Как это написано? Прошу, кто должен выступать. Соответственно, тема доклада, как мы ищем геймдизайнер, Ubisoft Keyframe, и что мы для этого используем. Соответственно, в общем, он будет посвящен вопросу, дизайн-вопросу. Соответственно, у многих были вопросы, непонятки. Презентация на английском языке, потому что это одно из клаверов компании Ubisoft, потому что все внутренние презентации, все внутренние документации на английском языке. Потому что все-таки мы очень национальная компания, у нас офисы в 26 студиях, и мы являемся вторыми по количеству эмбори в мире, в статистике минус 3. Ну, были вторыми. Сейчас неизвестно, потому что вместе с назад же Electronic Arts 10% хотели уволиться. Так что, возможно, мы уже первые. Ну, ладно. Значит, презентация на английском, но я сейчас буду на русском, потому что я думаю, так будет удобнее всем, и мне будет проще, и вам будет проще. Соответственно, другая непонятка в том, что, соответственно, в программе, в мероприятии данная лекция выделена не зеленым цветом, то есть не в области геймдизайна, а в области управления проектами. Возможно, это потому, что я поставил как основную тему не сам геймдизайн, а именно подбор команд. То есть, именно, наверное, на основе этих данных организации КРИ решила, что это будет проще. Сразу же скажу, что данная лекция не будет говорить о том, кто такой геймдизайнер, чем он занимается, как нужно правильно отвечать на этот вопрос. То есть, будет, она будет посвящена по тому, какой механизм мы используем для подбора, соответственно, геймдизайнера в нашу контору. Соответственно, я бы хотел привести небольшой интерактив, узнать, чтобы люди подняли руки, кто занимается геймдизайном сейчас в студии. Большинство. Нет, не опускайте руки, не опускайте руки. А теперь оставьте руки те, кто при этом интервьюирует новых людей и набирает. То есть, практически те же самые. А тогда мы можем поднять руки, может быть, тут есть у нас и чары или продюсеры, которые тоже каким-либо образом участвуют в подборе персонала именно геймдизайнов. Вот только четыре чары. Хотя вот данная презентация для них тоже будет полезна. Потому что я считаю, что геймдизайнер в процессе его подбора, должны также участвовать и продюсеры. Потому что геймдизайнер, в большинстве своем, это кроегольное звено, которое соединяет в себе коммуникацию и с программистами, и с артистами, и с продюсерами. Это тот человек, который создает вишню на этот проект. Поэтому очень важно продюсеру иметь того человека, на который можно положиться, и тот, который может грамотно объяснить всем вокруг, что надо делать. Ну окей. Значит, я думаю, можно туда приступить. Больше уже никого на ней не будет. Соответственно, дизайн-вопросник. Мы используем Ubisoft Ukraine, дизайн-вопросник уже на протяжении последних четырех лет. Используем это не только мы, использует еще и Буховец, Восточный департамент Ubisoft. В той или иной степени используют и Монориаль, и другие студии. И, в общем-то, я сейчас расскажу, что это конкретно имеется в виду. Соответственно, презентация будет состоять из двух частей. Вначале я расскажу немножко в общих чертах о том, что такое вопросник, для каких целей он используется, и в чем заключается его способ. И потом мы уже конкретно пройдемся по именно нашему вопроснику, из каких частей он состоит, какие вопросы мы задаем, для каких целей мы это используем. Итак, начнем. Самое главное при поиске геймдизайна, это понять, кого мы ищем. Потому что те тулзы, которые мы используем, то есть вопросник, практический тест, это все вторичное. Вначале мы должны определиться, кого мы ищем. Здесь я предложил на слайде несколько типичных требований, которые мы ожидаем в геймдизайне. Они, естественно, представлены не в ацетированном порядке, то есть не значит, что экспириенс на первом месте. Но в целом нам нужен человек, который имеет опыт уже работы, человек, который обладает теоретическими знаниями, ну то есть это в актере, это понимание, как что происходит, потому что особенно работает компания Ubisoft, и поскольку у нас очень много коммуникаций с зарубежными партнерами, с манереальными цены си, человек должен уметь общаться на одном языке. То есть он должен понимать, что такое геймплей, что такое интерактивный элемент, что такое NPC, потому что иначе вся работа будет неподуктивной. Также это, естественно, практические скиллы, это, соответственно, как человек умеет работать уже с определенными конкретными элементами. Это понимание сути гейммеханик, то есть это понимание, как игра работает, то есть какие правила есть, почему эти правила существуют, что такое сама по себе игра. То есть теоретические знания, это общий вопрос, то есть это знание, что такое UI, что такое ХАД, что такое имму. Это теоретическим знанием получить в большинстве своем несложно. А вот understanding game mechanics, это, условно говоря, как, знаете, любили в свое время писать, в резюме аналитический склад ума. Хотя звучит не очень, но по-настоящему этот подпункт, я считаю, один из наиважнейших для геймдизайна, потому что это именно то, что выделяет хорошего геймдизайна. Потому что да, ты можешь научиться копипастить уже продвиженные механики из других игр, или бизнес-моделей аминтизации. Но если ты не будешь понимать, за счет чего они работают, за счет чего хорошая игра является хорошей игрой, ты никогда не сможешь стать хорошим геймдизайном. Соответственно, естественно, это world attitude, это creativity, это умение работать в команде. Естественно, в данном случае я представлял вот эти сети. В некоторых компаниях они больше всего фокусируются на практические знания. То есть набирают людей, делаем hidden logic game, ничего нового придумать не надо, крепайте-крепайте, нужна хорошая продуктивность, хорошие практические сферы. В некоторых компаниях нужен, наоборот, человек в прототайп-отдел. Человек, у которого больше фокусировка идет на крейт-хейт. То есть это все зависит от компании. Единой жаблона нет. Но некоторые, соответственно, пункты отсюда, такие как teamwork, его creativity, фактически невозможно определить практическим тестом и каким-либо тестом. Обычно все это можно узнать только уже в процессе работы. Но это тоже, скажем так, решает. Соответственно, вот у нас есть где-то 7 пунктов. И что обычно мы используем для того, чтобы проевалировать потенциального кандидата? В компании MISOV мы используем 4, соответственно, артефакта. Это, естественно, резюме, которое является переговорным, потому что он показывает экспириенс человека. В некоторых компаниях, допустим, экспириенс не обязательный. В нашей компании, к сожалению, порог немножко более высокий. Мы даже на позицию GEO не можем взять человека без экспириенс. То есть нам придется еще потратить год на сделать его фамилию со всеми нашими процессами, со всей нашей документацией, потому что она достаточно сложна. Потому что мы используем довольно-таки серьезную документацию по сравнению с небольшими контролями, с индий-контролями. Поэтому в нашем случае экспириенс очень важен. Соответственно, это... Давайте перескучим немножко. Это интервью, как последний этап. То есть во многих компаниях используют только практические задания. Человек посылает резюме, говорит, что так и так, я Вася Купкин, у меня столько-то лет, я студент, но уже работаю фрилансером или работаю в области геймдизайна, опыта нет, но есть желание работать в гейминдустрии, я читал книжки по геймдизайну, смотрел это видео. Окей. Шлем вам тест практически. И человек даже может его хорошо выполнить. И тогда его уже приглашают на интервью. Соответственно, мы в нашей немаленькой конторе используем сразу два. Мы это даже отделяем. Мы используем отдельно вопросник и отдельно практический тест. Практический тест – это серьезные задания, которые требуют выполнения на определенный уровень. То есть если это придумать, условно говоря, какой-нибудь слайбук, несложный игре, то есть такой лейвый дизайн, то это обязательно должно быть сразу сопровождено с документацией. То есть это реально как фрилансерская работа. Сделать что-то хорошо с документацией. А что такое дизайн кучернера, вы хотите спросить? И я вам отвечу. Соответственно, вопросник – это просто набор вопросов. Все просто. Но нет вариантов ответа. То есть это не тест, это не приз. Это набор вопросов. И вопросы общего характера. Например, что как геймдизайнер вы можете сделать, что самое плохое, как геймдизайнер, вы можете сделать для того, чтобы демотивировать тебя. То есть общий вопрос. Вопросы, на которых нет правильного ответа. То есть есть разные точки зрения. И здесь мы больше смотрим именно на то, как человек отвечает, как он думает. То есть умение сформулировать свои собственные мысли. Соответственно, в нашей контрольной мы используем и вопросник, и практический тест. И мы даем человеку 7 дней на реализацию. То есть мы не ставим жесткие рамки. Мы говорим, это получается своего ДССР. Есть вопросы. И мы не ограничим. Вот все. Завтра надо ответить. Это не то, что надо ответить спонтанно. Это надо подумать, проанализировать и хорошо ответить. Именно поэтому сами по себе ответы носят довольно-таки такой обширный характер. Соответственно, много компаний использует, скажем так, совместный вариант. То есть посылает геймдизайн-тест так называемый. Есть первые два вопроса общего такого характера, так же, как мы используем. И, допустим, невольшой практический. Допустим, проанализируйте популярную игру, например, «Инкеберс». А практический вопрос сделайте выровненный для этой игры. Потенциально основного элемента. Соответственно, мы в нашей компании все-таки разделяем их и делаем вопросник более широким, более объемным. Мы делаем это с той целью, что мы экономим свое время. Заявок и аппликантов очень много. Действительно. И очень сложно иногда их обирать, потому что это надо шедерлить все митинги, скайп-конверсейшн. Иногда это очень тяжело, потому что нужно собрать несколько человек одновременно. И интерьер начинается, и ты не знаешь, что у него спросить. И ты по ходу интервью что-то узнаешь. Хотя можно очень много вопросов всегда стандартных. Например, какая твоя любимая игра? Что в последнее время ты играл? Какие игры ты считаешь хорошие? Какие геймдизайн элементы и над какими жанрами ты бы хотел работать? Это обычно вопросы, которые мы задаем на каждом интервью. Так почему мы не можем задать их до того, как мы используем интервью? А уже на основе ответов мы конкретно зададим эти вопросы на интервью. Так будет намного продуктивней и в большинстве в своем это, скажем так, даже очень сильно экономит время. Соответственно, в нашей компании мы используем 17 вопросов, то есть довольно-таки большое количество. И именно вопросник является определяющим. Не практическое задание. Практическое задание мы посмотрим, что оно выполнено на достаточно хорошем уровне. Что вот выполнено ответственно. а вопросник является треугольным. И все, конечно, знают недавний вопрос от Беререта по поводу того, что процент хороших гейм-дизайнов в нашей индустрии довольно-таки низок. И в большинстве своем это люди, обладающие наоборот с наиболее меньшим экспириенсом в гейм-индустрии. Я могу поделиться неважным таким инициальным. С нашей стороны данная презентация была построена на основе анализа 50 последних гейм-дизайн тестов, которые у нас были. Их у нас больше. Это последние 50 за 3 года. Даже учитывая того факта, что у нас вакансия непостоянная. Она иногда появляется, иногда исчезает. Так вот, из 50 тестов хороших тестов, реально, хороших, доплатных, когда сразу видно, человек, его можно сразу взять. От 3 до 7 из 50. То есть, во всех остальных видны и проблемные места, видны и какие-то недопонимания некоторых дизайн-элементов. То есть, в целом, ситуация такова, что действительно не все так хорошо. Поэтому, данная презентация, я считаю, была бы очень полезна. В том числе, как лидам, человеку, который проводит интервью, потому что она может реально сэкономить время и может помочь систематизировать такой процесс, как набор гейм-дизайнеров. Потому что с органистами все просто. Создал тест, смотришь, хорошо отвечают, ты видишь, берешь людей, если вдруг они плохо начинают работать, значит, тест недостаточно покрывает обширные знания, значит, его надо углубить. А гейм-дизайнеров систематического подхода нет. И абсолютно в разных компаниях разных подходов. Некоторые больше смотрят на интервью, некоторые больше смотрят на практическое задание. Системного подхода нет. Поэтому именно с этой цели я уделюсь информации, как используем это мы в компании Ubisoft. И, соответственно, вторая цель, почему эта презентация может быть полезна, она может быть полезна и для джинниоров, и для интермидиат, и для звонев, чтобы просто посмотреть, какие критерии мы используем для эвалидации наших аппликантов. То есть, какие вопросы мы их задаем, какие знания мы рассчитываем обнаружить у человека, который хочет работать в компании Ubisoft. Ну, соответственно, вот мы используем 17 вопросов. Вот у меня есть опять же такой небольшой интроактив узнать, поднимите руки, у кого в компании есть вот нечто похожее на вопросник, состоящее как минимум из 6 вопросов. Ну вот, то есть это где-то меньше 300 из того, что подняли руки. Еще не известно, что люди это может из одной компании. Из Ubisoft все. С собой возить. Соответственно, я предлагаю тогда приступить к соответственно обзору уже нашего геймзайм-теста и в частей. Если есть какие-то вопросы общего характера, то можно сейчас задать. Все, будет удовлетворить, чтобы, например, в Ubisoft попасть как геймдизайнер? Нет. Необязательно. И даже больше могу сказать, то есть даже сейчас у нас позиций геймдизайнер их несколько. Есть technical геймдизайнер, есть junior геймдизайнер. Например, для junior геймдизайнер экспринанс не является такой вводим. мы наоборот больше смотрим даже на не только на умение работать, но и умение расти. То есть мы сразу видим, есть ли процент в случае и в этом как раз случае вопрос очень хороший. Потому что даже если видно, что есть недостаток знаний, видно, что человек грамотно думает. Это значит, что в итоге спустя полгода, если его поставить под хорошим геймдизайнером, он сильно грозит. Потому что как раз нарастить теоретическую базу и практические навыки это, скажем так, легче, чем научить человека думать, как игра функционирует сама по себе. Как видеть игру со стороны игрока. К сожалению, не все геймдизайнеры обладают этим навыком в достаточном мире. Еще вопросы? Вы сказали, что только 3-7 дизайнов кандидатов правда имеют интересный вопрос. Соответственно, я правильно понимаю, что остальные кандидаты даже не интервьюируются? Нет. Мы интервьюим. Я имел в виду, что было 3 из 50 это ты читаешь вопросник и ты понимаешь, что человеку можно вот сейчас брать. Потому что видно, что достойный, адекватный все четко, все понятно, все по делу. А всем тоже на хорошем уровне. Все остальные есть просто проблемные места. И наоборот, это даже намного лучше. Потому что если тебе пришел вопросник и все идеально, ну, смысл проводить интервью. можно его повести. Сказать привет, смотрел вчера матч. Потому что смысл обсуждать геймдизайн? Человек знает геймдизайн. Понимая все. Можно обсуждать футбол, хоккей. А вот именно те вопросы, когда видны какие-то проблемы и места, это наоборот создает потенциал к интересному интервью. То есть даже сразу посмотреть, понимает ли человек свои ошибки или недостатки в этой области. то есть это наоборот даже даже интересно. Да. Какой процент ошибок то есть человек проходит по просьбе, практическое задание, вы его берете и понимаете, что это был не очень хороший геймдизайн. Фаталити. Процент ошибок у нас нет ошибок. Ну, любой. У нас хороший вечер. Да. Он просто учит нас на том, что, допустим, в данный момент в Ubisoft Ukraine только три геймдизайна. И мы их набирали в течение. То есть у нас была высокая планка. В данный момент мы ищем джуньер геймдизайнера и планка у нас становится пониже. Но в целом мы как раз и вот правда там среди трех там были еще предыдущие трехлетние давности. Но в целом да, у нас планка была довольно-таки очень высокой. И соответственно на основе этого вопросника все идеально. То есть у нас был просто очень высокий порой. Ладно. А, еще один вопрос. Была вообще высокая практика брать например геймдизайнеров без так сказать искупительных дизайнеров за выдающееся достижение например если этот человек успешно работал какой-нибудь день, где играет. тут возникает вопрос иногда даже человек посылает нам изимей и говорит давайте я вот выполню вопросник а вот у вас есть практическое задание а вот я выполнял практическое задание вот с другой компанией или вот у меня есть такой дизайн-документ все хорошо все отлично но мы используем этот вопросник для всех вне зависимости потому что просто увидеть зависимость и общий уровень человека относительно других да, конечно он мог работать над какими-то успешными проектами но я могу сказать что очень часто бывает что видишь приходит резюме человека пять лет опыт работы и вроде и компания хорошая и вроде ты слышал и такие проекты но приходит вопросник ты читаешь и даже не знаешь то ли может быть человек как-то несерьезно к этому подошел к этим вопросам посчитал что раз вопросы обширные то я конкретизировать их не буду и ты в итоге понимаешь что нет смысла общаться даже с этим человеком поэтому вопросник это самое важное да извините вот это не опустило а вы сами чем занимаетесь висок а я геймзайн один из трех один из трех да один из трех тридцать три процента геймдизайна делается да вот вы сказали что типа бывают три опросника из остальных по которым все понятно это я правильно понимаю что вы после этого как бы берете не глядя или все таки нет интервью всегда я же показал что интервью всегда есть но интервью уже так просто интервью в данном случае если вопросник был хороший то интервью уже нацелено на то что видят что человек адекват может человек допустим слишком эгоистичный или как-то или знаете всегда говорит ну короче я сделал вот эту игру потом я работал в этой компании я сделал вот это ну то есть он не говорит что типа я работаю с командой на вот этим мы сделали вот это мы сделали вот эту фичу иногда видишь что человек ну он не сработает автоматик то есть тогда интервью уже больше фокусируется на уже персональном пользователе еще вопрос про практическое задание у него формат это прям допустим сделать какую-то карту в редакторе или просто словесное описание ну в нашем случае это просто один из начальных уровней в игре а-ля Mario ну то есть прям замоделить нет не надо моделить можно схематично можно закрасить просто квадратики в Excel то есть тут просто посмотреть что человек он получил работу и он систематично и соответственно адекватно к ней подошел то есть со всей ответственностью я предлагаю все-таки перейти дальше потому что не знаю я просто видел тут были еще презентации и там обычно заканчивают через 20 минут и потом сразу начинают вопросы у меня просто презентация была изначально основана на таком формате что я когда рассказывал я не укладывался в полтора часа поэтому сейчас будем пойти немножко побыстрее соответственно я условно разделил наш вопрос их на 5 основных частей первая основная часть это геймэкспириенс это опять же вспоминаем видимо пятилетней давности тоже всем известный мем это всем привет меня зовут Вася Купкин первый курс в какой-нибудь института соответственно мне 18 лет игровой опыт 14 лет или даже использую игровой стаж да это смешно но по-настоящему геймэкспириенс очень важен для геймдизайн потому что геймдизайнер он обязан играть в игры многие считают что геймдизайнер ему достаточно только даже смотреть стримы по игру быть просто в курсе но в некоторых играх он обязан играть хороших игр не так много есть от 5 до 10 проектов которые каждый себя уважающий геймдизайнер он должен играть потому что он должен быть в курсе на каком уровне находится вся индустрия в целом то есть первый блок у нас нацелен на то что мы смотрим соответственно знания самой видеогейм-культуры умение анализировать игры и соответственно понимать сами гейм-механики какие вопросы мы при этом задаем мы задаем очень простые вопросы самый первый вопрос который мы начинаем в какую игру вы играли в последнее время и что вам в ней понравилось мы не задаем вопрос просто в какую игру вы играли в Tomb Raider ну окей нам это не дало никакой информации мы задаем вопрос в какую игру играли что вам там понравилось и почему и мы сразу сможем может ли человек объяснить что именно в ней ей понравилось потому что если человек скажет ну мне понравился The 4 Dead там играешь за Зорби ну окей но это гейм-дизайн-тест и мы ожидаем увидеть ответы спросите гейм-дизайнер соответственно Latest Games это первый вопрос также хороший вопрос свои топ-5 топ-3 геймс за всю историю это тоже можно увидеть какой человек сам по себе то есть скажи какие твои любимые игры я скажу кто ты это очень часто для человека соответственно эти вопросы могут быть адаптироваться для любой компании то есть если компания занимается социальными играми будет вопрос какие последние 3-2-play игры допустим на платформе iOS вы играли что вам там в них понравилось то есть все вопросы могут быть адаптированы специально под компанию и соответственно один из основных вопросов это если мы используем топ-5 гейм мы используем задаем вопросы что вам в них понравилось что вам в них не понравилось Даже favorite games И из этого вытекает следующий вопрос Что бы вы поменяли в ней В своей любимой игре Любой уважающий Любой достойный геймдизайнер Допустим, я в последнее время Мне уже тяжело играть в игры Потому что я играю И с Патеркасса я бы здесь вот это улучшил Здесь бы я вот это улучшил И иногда даже ты теряешь Какое-то детское восхищение играми Когда тебе казалось все идеально Профессиональная деформация И соответственно Это тоже очень хороший вопрос Если человек написал Допустим, я играл в Mass Effect 3 Одна из моих любимых игр Но мне концовка не понравилась Вопрос Что бы ты сделал Что бы улучшил И сразу видно Способен ли человек придумать что-то новое Соответственно, подойти аналитически К решению даже вот таких небольших проблем Как просто улучшение уже существующих Читает Соответственно После этого Уже на этапе интервью Если были какие-то проблемные места Они очень часто довольно добывают Можно задавать такие общие вопросы Например Что такое вообще игра И чем игра, допустим, отличается от пазла Что такое гейммеханики Что такое геймрулс Условы победы В общем, что такое игра Однозначного ответа на это нет Есть разные формулировки Кто-то нравится формулировка Сидомейра Смирь Чойсер Кому-то нравятся другие формулировки Но в целом это просто видишь Как человек смотрит на это На На Эти вопросы То есть Правильных ответов Не существует Но есть Хорошие ответы Когда видно, что человек думает И отвечает конкретно А бывают плохие Когда человек просто отвечает И Как бы Непонятно Почему он так решил Ну то есть Взял с потолка То есть Если хочется видеть ответы Хочется видеть ответы Конкретики Как я уже сказал Не просто, что Мне понравилось играть Потому что там Море-прове Или еще что-то Соответственно Очень часто бывает Такая вот Типичная ошибка Как Ну я играл в эту игру Там Плохой геймплей Или О, я играл в эту игру А там клевый геймплей А в чем он клевый Геймплей Фактически Не может быть Будь плохим И хорошим Он просто может Нравиться Определенным игрокам Может не нравиться Трагим Определенным игрокам И соответственно Он может быть Челленджен Он может там Быть социал Может быть Соответственно Рассчитан на Эксплорер То есть Здесь Это просто Типичные Как раз ошибки Когда Люди Почему-то называют Игру Она просто Плохая Потому что Надо понимать А почему Она плохая Или что В ней раздражает Потому что Очень часто Бывает Ты играешь Чего-то не понравилось Ты ричквит И все И забросил А хорошо Было После этого Запустить Еще раз И проназировать А почему Тричк И Чтобы Какие ошибки Допустили Здесь Раздражники Чтобы потом Не допустить У себя В премисе Ладно Расконяйся 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 Да нет Вроде бы все нормально Треть минут Я и так Довольно-ка 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 Быстро Все понятно Или Все-таки Надо больше Уделить Внимание Все нормально Я просто Немножко Быстро Говорю Потому что Я изначально Не укладывался Я два раза Пытался Довольно-ка Его в глаза Не уложился Сейчас Да Есть вопрос Включаете ли вы В интервью С геймдизайнерами Какой аспект Успешности Успешность И Качественная игра Как они коррелируют И Как вы смотрите На ответы Геймдизайнер В этом случае Данный вопрос Мы не задаем И Ну Его можно задать Ну Просто тут Соответственно Тут опять же Нет Определенного Точного ответа Но Лично моя Точка зрения Что На 95% Это никак не коррелируется То есть Игра может быть хорошей И дизайн Все сделано грамотно Она просто не пошла Пошла не в то время Не с теми конкурентами Или просто не было маркетинга Есть куча Отличных игр На Соответственно На App Store Которые люди Издавали сами Без издателя И они В порядке Лучше Чем Люди Которые Издавали С издателем С большими деньгами С большим маркетингом Но которые Видно Если сравнить Что Они на порядок ниже Соответственно Такой вопрос Лично Мы не задали Хотя Он как раз Хорош сам по себе И какая корреляция С точки зрения Человека Есть между Успешностью Игра С большим гейминзаймом Так Переходим Ко второй части Это Соответственно Профайл В этой части Мы просто узнаем Личные предпочтения Игрока Соответственно Как было С играми Здесь то же самое Мы узнаем У человека Какие жанры Он почитает И также узнаем Допустим Его Области В которых Он считает себя Наиболее Скажем так Наиболее Сильной Моя сторона То есть Обычные Приходят В резюме И человек Пишет Я работал В такой Компании Иногда Бывают Вообще Только Проекты И только Позиции Хотелось бы Узнать На чем Ты Конкретно Работал Да Человек Написал Я работал Над этим Над этим Над этим И сказал И соброшу Спис И очень Часто Люди Не пишут Потому что Во многих Западных Компаниях И там Используется Еще и Сопроводительное Письмо Где человек Пишет Какие Его самые Сильные Стороны Не только Почему он Хотел Работать В этой Компании Но его Самый Сильный Сторон Потому что Если человек Пишет Что Допустим User Experience User Interface Behavior Это его Самая Сильная Сторона Тогда Значит На интервью Мы Будем Больше Акцентировать Внимание На этом Потому что Если человек Считает Что Он Более Сведущ В этой Области А в других Заводить В других Областях Мы Подаем На той Урсе Где Он Осведомлен Соответственно Какие Вопросы Есть В этой Части Вопросы Это В каком Жанре Вы Хотели Работать Это И Этот Вопрос Не Является Подвохом То есть Если Допустим Сейчас В данный Момент Ubisoft Киев Занимается Action Отвеншерами Такими Как Assassin's Creed Это Так Я написал Неписофт Так Наверное Нужно Так Они что Выпускали Assassin's Creed Да Action Отвеншерами А что они Выпускали В последнее время Assassin's Creed Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Да Нет И этот вопрос В каком жанре Ты бы хотел Работать И почему Тут тоже Бывают Какие-то Казусы Когда человек Пишет Я бы хотел Работать В жанре Экшена Потому что Там Можно Передать Наиболее Захватывающую Атмосферу Хотя По идее Пустые Adventure В этом плане Могут быть Сильнее То есть Очень часто Человек Пишет Что Я бы хотел Работать В этом Жанре Но Причины Которого Он хочет Работать Жанре Иногда Не совпадает Поэтому Очень важно Всегда Затывать Вопросы Хоть они И общего Формата Но Делать Какую-то Экспрессику То есть На каждый вопрос Что И почему Соответственно Также Хороший вопрос Какой область является Он считает себя Этикетом Хороший вопрос Просто Какой тип Жанра Прикричитается Соло Или Мутиплеер И почему То есть Эти вопросы Особенно На вот этих вопросах Абсолютно Точно нет Правильного ответа И Ошибок Здесь Нету Это мы просто Используем Для того Чтобы понять Просто Понять Какой человек Сам по себе Может быть Человек Напишет Я играю Соло Потому что Я вообще Не с кем Я общаюсь На онлайн Соответственно Также Хороший вопрос По поводу Xbox и PlayStation Просто PlayStation У вас есть А Xbox Нет Да Да Там Бывают Хорошие ответы Что Я люблю Игру Потому что У меня есть Xbox Все Четко Ну да Но это че Соответственно Перейдем дальше Какие мы можем Использовать Последующие вопросы На интервью И вот здесь Один из моих Любимых вопросов Это Сказать разницу Между двумя жанрами То есть Например Просто объяснить В чем разница Между Action И Stealth Не Не описать мне Почему Что такое Action Что такое Stealth И это Разный жанр А Скориугольный Дизайн Позиции Что Что в них Разно Потому что По сути В некоторых Элементах Они полностью Друг другу Себя противопоставляют Я не буду отвечать Ответами Естественно Эти Потому что Наш Геймдизайн Тест Все еще Функционирует И мы функционируем Еще долгие годы Поэтому я не буду Делать Снициативские И сразу выдавать ответы Хотя Как вы помните Правенных ответов нет Есть просто Хорошие И соответственно Обсуждение В чем разница Между Фритоплей И фремиум То есть Ну это соответственно Уже для Мы не используем Свои вопросники Потому что Наша специфика Сейчас направлена Больше на Большие крупные ААА тайтлы Но для социальных игр Тоже это Хорошие вопросы Которые можно Задать на интервью Именно вот этот вопрос По фритоплей И фремиум Это вопрос Для интервью Потому что Здесь нужно Придеть Вполне конкретный ответ Потому что разница Здесь конкретна То есть В вопроснике Мы используем Такие Больше Аналитические вопросы То есть Увидеть Как человек отвечает Какой ход Его мысли А в интервью Мы уже Соответственно В конкретных точках Создаем Вопросы И хотим услышать Какие-то Вполне Определенные Ответы Итак Перейдем К третьему Это Соответственно Скажем так Какова позиция Геймдизайна В команде То есть Это вопрос На эту тему А вопрос такой С вашей точки зрения Какая Характеристика Человека Должна быть На первом месте Геймдизайна Или что является Основной задачей Геймдизайна С его точки зрения Понятно Что здесь тоже Нет правильного ответа Потому что Есть множество вещей Которые Геймдизайнер Должен делать Но здесь Именно понятие Человека Что он считает Приоритет Для своей позиции Соответственно Также вопрос По поводу Того Что такое Фан И какие Дизайнные элементы Создают Фан Прогреты Соответственно С этим вопросом Тоже бывает Очень часто Много проблем Потому что Человек Видит Фан И просто Копи-пастит Классикацию Допустим По Барт Ну вот Есть 4 Типа Игроков Они получают Фан От этого От этого От этого Ну окей Я мог Я сам Это знаю Но хочется Понять Человека Его собственные Мысли Его собственный Взгляд На мотивацию На эмоции То есть Его Какие-то А не Копи-пастит Это все-таки Вопроси Где нет Правильных Ответов Хотя Мы это Никому Не пишем Если Может быть Могитры Но В целом Да Мы просто Хотим Узнать Как Человек Думает Потому что Как Человек Думает Как Думает Геймдизайнер Это Очень Важно Соответственно Хороший Вопрос Что Какую Худшую Вещь Может Геймдизайнер Сделать Игрок Демотивировать Считить Кучу Других Вещей И Здесь Все Вопросы Разные И Все Неправильные Но Здесь Нужно Ответить Почему Человек Считает Что Это Самая Худшая Вещь То есть В данном Случае Вот Этот Вопрос На него В большинстве Случаев Нет Неправильного Ответа Просто Есть Видно Где Человек Объяснил Почему Он Считает Что Это Плохая Вещь А где Человек Написал Что Ну Нехорошо Давать Время От Времени Очень Сильных Боссов Вот А почему Нехорошо То есть Написал Что Это Может Демотивировать Что Игрок Может Выйти То есть Все Вопросы Они Основаны На том Что Ответ Он Тривиальный Да Но Мы Дадим Не Один День Это Не То Что Тебе Задали Вопрос Ты Ответ Надо Посетить Подумать И Написать Ответ То есть Поделать Несколько Интераций Написать Что Написать Почему То есть Небольшая Конкретика Но Не надо Увлекаться Естественно Лаконичность Тоже Очень Очень Важный Параметр Потому Что Иногда Приходят На вопрос И ответ На все Станется Ну То есть Надо И свое Время Беречь И Уважать Чужое Время Потому Что Если Даже Ну Под Простой Вопрос Как Воз Фин Человек Причлет Четыре И вот это плохо И вот это плохо Да Ты прав Очень много Вещей плохо Но Тебя спросили Выдели одну А то Ты считаешь Максимально Плохой И тогда Видно Что Человек Сам Не может Сформулировать Свои мысли И Очень часто Кстати Вот Те вопросы Что Были Допустим Назовите Пять Любимых Игра И Человек Отвечает Ну Я пять Не могу Давайте Я вам Десять Назову Больше Не значит Лучше Просто Смотрим Что Человек Может Грамотно Определить Что В них Понравилось Поэтому У нас Даже Есть Такой Мини Шаблон По У нас Соответственно Мы Делаем Весь Презентацию Определенного Шифта И мы Смотрим Размер Этой Презентации Мы знаем Что Если Она Между Сталькими Та страницами Сталькими Та страницами Значит Это Хорошая Потому Что Если Меньше То Скорее Все Вопросы Как Ни Чем Без Ушел Это Уже Начал Креприться Лить Молоко Естественно Мы Конечно Все Перечитываем Но Обычно Так Оно И Есть Соответственно Также Общие Вопросы Как Современные Технологии Повлияли На Дизайн И Какие Возможные Тенденции В будущем И Соответственно Здесь Как раз Есть Вот Этот Пункт Это Как Спрашивал Молодой Человек По Поводу того Что Делает Игорь Популярно С С Точкой Зрения И Какая Роль В нем Гейн Лизе Соответственно Все Это Приходит В Дисканшнс И Как я Уже Сказал Это И Можно Обсудить И Типы Игроков Если Человек Уже Использовал Какую-то Систематику Это Мотивацию И Преабилити То есть Общие Какие-то Такие Понятия Которые Соответственно Мы видели По Вопроснику Которые Было бы Интересно Обсудить С Человеком Иногда Даже Интересно Обсудить Когда Ты Вроде бы С ним Не согласен Он Ответил Все По Делу Но Ты Считаешь Что Это Не Является Настолько Драматичной Проблемой Выгод Допустим Вот В И он Говорит Что Он Считает Что Вот Это Самое Плохое И Ты Хочешь С ним Просто Поспорить Не Опровергнуть Его Просто Хочется Поспорить Иногда Поговорить С умным Человеком Поэтому В этом Плане Интервью Само по себе Это Само по себе Это хороший процесс Потому что Если Использовать Вопросник То Скорее всего На интервью Ты уже Будешь Разговаривать С адекватными Людьми Даже В большинстве Своем Случай С умными Людьми Все-таки Что бы Не говорили А В нашей Индустрии Я сказал бы Что у нас Довольно умные Люди Поэтому Всегда Интервью Это Всегда Интересно Ну Лично С моей Точкой Зай Вот Соответственно Следующий Подпункт Это Уже Дизайн Дисциплины То есть Соответственно Уже Различная Область То есть Мы используем Хотим узнать Теоретические Области Теоретические Познания Уже В конкретных Областях UI Input Label Design И Соответственно Понять Ознакомлю Человек Вообще С Покрегу То есть Здесь У нас Вопросы Про Label Design Про UI Про Демо Про Туториал Про Геймплей Design Это Все Вопросы Трактического Характера То есть Не Практического Сделать Хороший Увы А Хороший Вопрос Какой игры Вы Видели Самый Лучший Левел Дизайн И Почему То есть Человек Может Написать Допустим Half Life 2 Левел Дизайн Отличный Всегда Понятно Куда И Ти И Все То есть А кто-то Может Написать Что Дан Мне понравился Характер 2 Левел Дизайн Идеален Я никогда Там не запутался Никогда Не упёрся В угол Всегда Понятно Куда Ити Это Используется Благодаря Оберничениям Наловни Благодаря Подсветке Правильного Пути Благодаря Еще Некоторым Вещам То есть Человек Видно Что И понимает В этой Области И Видно Что Он Пошел Более Серьезно К этому Вопрос То есть Он Ответил Не Не только Почему Левел Дизайн Хороший А Каким Путем Это Достигнут Соответственно То же Самое И с Интерфейсом В каких Играх Вам Понравился Интерфейс В каких Играх Не Понравился И почему То есть Казалось Бы Вопрос Очень Простой И вопрос Мы часто Используем На Интервью Но Этот вопрос Он Сразу Выдаёт Человеку С Патрахами Можно Сразу Видно Человек Понимает Как Сделать Хороший Интерфейс Если Человек Напишет Да Хороший Интерфейс Был Допустим В масс Эффекте Меню Паузы Все Понятно Все Управляемо Я Не знаю За счет Чего Это Сделано Я Думаю Что Если Мы Сделаем Игру Мы Просто Все С Копи Пастим И Потом Копи Пастим А потом Получается Что Почему То Не сработало Почему То Управление Нелегкое Или Давайте Сделаем Скопируем Такую Эту Игру В Эп Сторе Сделаем Точно Такое Управление Но Мы Еще Добавим Несколько Юнитов Игру Еще Вот Это Добавим И Вдруг Управление Уже Интерфейс Непонятен Ничего Непонятного Хотя Странно Мы же Используем Все То же Самое Но В нашем Случа Это Здесь Сработало И То Это Именно Понять Что Человек Умеет Понимать Почему Это Работает Почему Не Работает Соответственно Так же Хороший вопрос Чтобы Человек Кинул Цел Показал Был бы Начальная Часть Игры Или Вообще Полностью Отделенная От Игры Соответственно Этот Вопрос Просто Хороший Вопрос Просто Интересно Посмотреть Что Человек Ответит Потому Что Правильного Нет И Разные Игры Используют По-разному И У разных Игр По-разному Получается То Есть У некоторых Демка Это Реально Начало Игры Потому Что Допустим В Адвенчурах Можно Сделать Демку В начале Игры И Там Крипхангер И Человек Уже Интересно Играть Он Покупает Игру Из-за Сюжет Но Если Игра Основана Больше На Геймплей Элементах То Нам Демке Нужно Показать Элементы Потому Что Человек Будет Покупать Игру Именно Из-за Них А Не Из-за Историй То есть Вот Именно Понятие Как Человек Думает На Чем Он Основывается Чтобы Кинуть Демку То же Самое Идет С Адвенциалом Тоже Самое Геймплей Дизайн Соответственно Сколько там времени Пойдем Дальше Соответственно Тут Дальше Дальнейшее Обсуждение На Интервью Соответственно Уже По поводу User Experience Также Хороший Вопрос В чем Разница Между Ачьимментами И Реводс Вообще Хороший Вопрос Что Такой Ачьиммент Зачем Они Нужны Выиграть И Кого Они Должны Мотивировать И В какой Многие Объединяют Ачьимменты Ревод За это Что Одна Пись Его Просто Что Кто И И Он Получает Хотя Есть Соответственно Отличие Между Ним То есть Здесь Вопрос Очень Такого Теретического Характера Также Хороший Вопрос По поводу Варкрафта И Старкрафта Просто Вопрос Почему В Старкрафте Дэмэдж Соответственно Это Постоянное Число А Варкрафте Дэмэдж Это 20 кубика 4 до 8 Все понимают То есть Просто вопрос Почему Так происходит Почему Это же Blizzard Не просто Так это Сделают Они Основываются На вполне Определенных Решениях На вполне Определенном Анализе То есть Опять же Тут нет Правильного Ответа Потому что Я же не знаю Я не работал Blizzard И они Мне не написали Почему Это используют Некоторые вещи Они Вполне Кстати Понятны Почему Ну Возможно Что Они Использовали Еще Много Много Других Факторов И В целом Они Принят Решение То есть Здесь Просто Анализ Человека Вполне Конкретных Вопросов И опять Все Конкретные Вопросы Мы Оставляем На интервью Если Мы Видим Что У Вопросников Было бы Интересно Задать На интервью Мы И Задаем И Мы Переходим К последней Пятой Части Вопросника Это Практический Дизайн Это Не Часть Практического Теста То есть Мы Не Хотим От Человека Получить Документацию Мы Хотим Услышать Более Такие Соответственно Практичные Вопросы И Это Единственная Категория Которая Где Мы Как Раз Смотрим На Такой Параметр Как Creativity То Все Вот Эти Блоки Я Придними Расписывал Для Каких Целей Мы Используем Этот Блок То есть Если Мы Хотим Больше Узнать О Человек То Мы Будем Фокусироваться На Втором Блоке Если Мы Хотим Нанять В контроле Человека У нас Есть Три Человека Которые Хорошо Работают Они Работают Идеально Все Мы Спеваем В Срок Но Они Работают По Списанию По Шаблону И У них Уже Потерялся Искрик Мы Хотим Взять Человека Задать Вопросы А Подумай Нам Врагов А Какие Ты Сделал Интерактивные Элементы Соответственно Вот Список Возможных Вопросов То Если Человек Уже Написал Какой Его Любимый Жанр То Окей Мы Зададим Ей Вопрос Каких Врагов Ты Добавил В этот Жанр И Опиши Их Как Подробно Как Ты Можешь Соответственно Какие Интерактивные Элементы Ты Жанрах Например Таких Как Шутер От первого Леца Ты Добавил Нелинейность Что Такое Вообще Нелинейность Соответственно Также Вопрос Какие Дизайн Эспектры Нужно Учитывать При Скажем Так Теоретическом Портировании Существующих ТТС На консоль То есть У нас Допустим Есть Ваткрафт Есть Старкрафт Допустим Мы хотим Испортировать На консоль Тебе Подошли Что Ты Сразу Скажешь Что Это Нужно Переделать С точки Зрения Дизайна Потому Что Естественно Просто Так Эти РТС Нет На консоли То есть Надо Понимать Почему Это Их Нет И Какие Нужно Сделать Переугольные Изменения Для того Чтоб Оно Было Хоть Немножко Играть То есть Это Уже Там Пойдет Аксессабилити Всякие Эти дела Вот Соответственно Так же Хороший вопрос Соответственно Это для Как раз Компании Которые используют Больше на мобильных платформах Есть существующая игра Как бы ты Редизайнил Инфу Так Чтоб Он был Тач Отличный вопрос Практически Практически Нам не нужно Чтоб человек Нарисовал Макар И написал Документы Нам нужны Конкретные Пункты То есть Это Не будет Практическим Тестом Это Как бы Практическое Мини задание Объяснить Какие бы Решения Сделали Для того Чтобы Перевести На Тач И Последний Но Не самый Один из Наиклавнейших Возможных Вопросов В нашем Геймс Это Your Games Вот Соответственно У нас здесь Присутствует Света Соответственно HR Координатор Нашей Компании Которая Всегда Присутствует На всех Интервью С геймдизайнерами И Света Очень строго Относится К людям Которые Пишут Что Девушка Не играет В игры То есть Мы Подаем Человеку Почему Задаем Вопрос Почему Девочки Не играет В игры И С каким Концептом Игры Вы Подложили Так Чтобы Девочки Играли И Человек Пишет Ну Я бы Сделал Зеленым Чтобы Цветочки Росли Это Ты Так Ответил А Попадал Да Да И Все Света Негодует Света Негодует То есть Да Свеотипы Нехороши Но В целом Всегда Это Просто Такой Фановый Фановый Конечно Вопрос Но Он Тоже Интересный То есть Вопрос Мы Всегда Задаем Всем Людям Которые У нас После Этого Приходят К нам Отвечать Потому Что Ты Задаешь Эти Вопрос И Вот По поводу User Интерфейса Что Именно Тебе Там Понравилось Или Задаешь Уже Конкретные Вопросы Интервью И Само Собой Ты Повышаешь Уровни Человек Потому Что Может Раньше Человек Не задумывался Об этом А теперь Он понимает Что Да Я Все Сейчас Буду Задуматься А почему Мне Это Понравилось То То есть В целом Наличие Такого Вопросника Оно Хорошо Не только Самой Компании Потому Что Оно Как-то Делает Даже Вот такую Область Как Область Поиска Геймдизайна Более Систематизированной Такой Чтоб Мы могли Использовать Его В течение Многих Лет Но Также Оно И повышает Вообще В целом Уровень Я Так Думаю Геймдизайнеров Жалко Что Не все Представляют Нам На Вакансии Аплодис А так Но Уровень Растет А так Я сегодня Презентовался Я знаю В чем Разница Я уже Об этом Думал Есть много Вопросов О которых Геймдизайнер Не думает Потому Что Он Начинает Работать Он Устрелся В какую-нибудь Компанию И Короче Все Я Геймдизайнер Я Работаю Он Клепает 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 И Он Никак Не улучшает Себя Он Не играет В игры Он Не анализирует Он Не думает Что Что Можно Причеркнуть Из других Игров Он Клепает Вроде бы Год Прошел Три Года Потом Уже Стаж Набил Четыре Года А То Что Был В самом Начале Да Он Повысил Свои Практические Скиллы То есть Он Повысил Экспириенс Практические Скиллы Очень часто Бывает Что Человек Не повысил Не Теоретически То есть Он Только Работает Книжки Не читает Допустим Не читает Блоги И Соответственно Его умение Анализировать Существо Игр Тоже Никак Не выросло Потому Что Ну Не Играют Он Как И Он И так Клипует Восемь часов Хидоноджик Делает Гейм Восемь часов Он Потом Уже За компьютер Не хочет Садиться Конечно Ну Иногда Надо Выделять Фрейм Как Я уже Говорил Есть От Пяти До Надо Смотреть Надо Смотреть Потому Что Это Та Планка На Которую Нужно Ориентироваться Потому Что Само По себе Хорошая Игра Это Просто Кладезь Опыта Ты Смотришь Него И Ты Учишься Соответственно После Соответственно Эти Всех Вопросов У нас Идет Обсуждение Таких Вопросов Соответственно Как раз Георгеймс Очень часто Бывает ошибка По поводу Того Что Человек Не понимает В чем Разница Между Сеттингом И Сложностей Очень много Часто Люди Говорят Что Я бы Сделал Это Не Хаткорном Сеттинге Я бы Сделал Игру Не Хаткорной Я бы Сделал Чтобы Там Были Светочки Но Сеттинг Где Делают Игру Хаткорной Если В игре Твофи Это Значит Она Хаткорной Хотя Может Матч Три Просто Везде Будет Хаткорная Игра Сеттинг Может Хаткорной Геймплей Диф Сеттинг Это Разные Соответственно Там Были Вопросы По поводу Интерактивных Элементов Тоже Очень Хороший Вопрос В чем Разница Между Интерактивным Элементом И NPC Очень Скользкий Вопрос Просто Интересно Понять Что человек думает На эту тему Соответственно Хороший Вопрос В чем Разница Между Терректором И Аватаром И Также Хороший Вопрос Допустим Если По Инкуту Если Допустим Компания Основывается На Консолях Хороший Вопрос В чем Крыгольная Разница Между Xbox Контролем И PlayStation Контролем Есть Что Я говорю Про То Что Левый Правый Стив Различается Есть Крыгольные Элементы Которые Используются Во всех играх Но Просто Если Человек Никогда Не задумался Об этом То Он Их Не знает Но Просто Есть То есть Можно Назвать От Четырех Элементов Это Значит Что Игры Должны По-разному Задизайн Задизайн Для Xbox И Для PlayStation То На Одном Combo Делается За счет Зажатия Одних Плавиш На Другом За счет Зажатия Других Плавиш То Вот Такие Подробные Вопросы Опять Здесь Задается Вопрос Не с Целью Завалить Человек А просто Понять Способлен Он Анализировать Какую Тему Какой Вопрос Уже Соответственно В условиях Лимитированного Допустим Примен Соответственно Это был Пятый Пункт И Собственно Наверное Все Вау Соответственно Если Вопрос У тебя еще Три Минуты Соответственно Мы Используем 17 Вопрос Но Как я Показал Вопрос Может быть Намного Больше То По-настоящему Если У нас Есть Несколько Вакансий То Мы сейчас Такое не Используем Но По-настоящему Можно было Использовать Банк Вопросов И Человек Посылает Соответственно Аплайс На вакансию Мы смотрим Значит Он хочет На free to play Так Давайте Мы ему Кинем Вот эти Вопросы Зададим Вот эти Вопросы И вот эти Вопросы И Соответственно Мы Получается Мы проводим Первое интервью Мы сразу Проводим Уже Даже Не участвуем И экономим Своё время Потому что Очень многие Западные Компании Используют Несколько Этапов Интервью Вначале С одним Деймдизайном Потом С целой Областью То есть В целом С моей точки Зрения Это Очень Хорошая Вещь И Было бы Очень интересно Сконтактировать С ребятами Из других Компании Если Было бы Им Интересно Попробовать Синкрометировать Интегрировать В такой вопрос Какие у них Соответственно Все Приехали на Кры Специально Чтобы Вернуться В компанию И наверное Большинство людей Сказали Что Ты едешь на Кры И вернешься В Кры И презентуй Нам что-нибудь Какую-то новую Идею Ты же должен Что-то Причерпнуть Ты же там Коперативные деньги Не просто Так Твои Просто Соответственно Если есть вопросы Я сразу На них отвечу Только в уголочке Где-нибудь Это уже следующее Поступать Да Есть Обознание Да Нет Вы говорили Что в опросе На основном Нету правильных Неправильных То есть По сути Вы получается Проверяете Способность Человека Анализа И желание Применять Вот эти Анализы На практике Ну Да То есть Ну Я Как и говорил Что Как Такой Ответ Судит Логично Да Но Смысл В том Что На На практическом опыте То есть Это же не просто Последний год Это на протяжении Последних Пяти лет И Можно с уверенностью Сказать Что Это очень полезно Это реально Показывает Человек То есть Практический Тест Да Человек может Его хорошо Сделать Но Это не значит Что в следующий раз Он хорошо Сделает То есть Намного Важнее Понять Что Человек Может Это сделать Что Он При анализе Соответственно При создании Левел Левел Дизайна Он будет Уже базироваться На определенных Мотиваторах На определенных Действиях То есть Видно Что Он И последствия Сможет Сделать Интограмму То есть На практическом Упуске Понятно Что Этот Вопросник У нас является Трехводем Потому что Он Очень помогает Объяснению Человеку Вопросы Часто Меняются Докумляются Вопросы Не менялись На протяжении Последних Полутора лет Но Они поменяются В течении Месяца Так что Все что Вы прослушали Бесполезно Хотел задать Вопрос Они не менялись Полтора года Скорее всего Люди Которые Хотели К вам Попасть Уже Эти вопросы Как-то Где-нибудь Достали Не знаю Нету правильного ответа Вы говорите Что есть Хороший ответ Да Есть хороший ответ Соответственно Путем Опять же Экспоринга Какого-то Можем найти Хороший ответ Да Я абсолютно согласен И подхачить И грубо говоря Приди к вам Эх я молодец И рассказать Ответь на себя Вопросы Хорошими ответами У нас есть Запасник Из вопросов На интервью А из плохих ответов Да Запасник Из очень Коверных Вопросов На интервью Но в целом Я абсолютно согласен Именно поэтому В течении Месяца Мы добавим Немножко Все-таки Прошестим Потому что Немножко уже Устаешь Потому что Одни и те же Вопросы Но в целом Да Это абсолютно правильно То есть В этом и вопрос То есть Если создать Хорошую базу Из множества вопросов То можно даже Варьировать Просто тест Для каждого Конкретного человека Это было бы вообще Замечательно Ну это да Это нужно Подумать Это серьезно К этому подойти В то же время А Как вы знаете Ассасины И как пирожки Каждый год Крепает А времени уже На гибель Считаю Его уволили Только что Стоит на руке Почти не оставит Стоит на руке Кармаш Вот Еще база Все Молодец Ура Да А то нам Распределяем Стоит на руку